С корейской уходовой косметикой знакомы многие. Кто из нас не встречал гидрогелевые патчи и тканевые маски в разноцветной упаковке? Не уступают по качеству и средства по уходу за волосами корейского производства. Обзор популярных позиций представляет наш эксперт, директор магазина корейской косметики Ольга Грачева. И то, что есть потрясающие марки корейские, которые работают на профессиональном уровне, это тоже уже наши женщины узнали потом. Например, марка Ладор. Специализируется только на волосах. Все, что есть в линейке, она достаточно большая. Все средства на кератине. Нужно понимать, что это высококонцентрированные достаточно средства, потому что волосы у корейцев очень сильно отличаются от наших волос. Соответственно, на наших волосах они работают очень-очень активно. Есть шампуни, есть кондиционеры, есть сыворотки, эссенции для волос. Вот появился тоник для укрепления. Вот эта марка Эстетик Хаус, она тоже делает очень хорошие средства с протеинами шелка. Здесь у вас будет такой эффект немножко как бы как ламинации, укрепления волоса. Здесь тоже присутствует укрепление, но больше на разглаживание. Поэтому они даже делают вот такую картинку, что волосы будут прямо супер-супер гладкие. Есть, допустим, такое средство, которое очень долго и сейчас, может быть, многие не совсем понимают, для чего это нужно. Это маска для кожи головы с чайным деревом. То есть, в первую очередь, конечно, рекомендована для тех, у кого есть перхоть. То есть, чайное дерево – это противовоспалительный мощный эффект. Это снижает уровень жирности кожи, соответственно, как бы уменьшается перхоть. Очищение кожи головы – очень важный этап в уходе за волосами. Ведь именно от этого будет зависеть, как быстро загрязняться волосы и сколько прическа будет держать объем. Актуальная эта тема и для мужчин. Ведь очищение – это еще и профилактика выпадения. Это средство для очищения кожи головы содержит специальные гранулки для очищения кожи головы. Это, в принципе, рекомендовано средство для всех. Это нужно делать всем периодически, для того, чтобы отшелушивать поверхность головы и для усиления роста волос. Для блеска и гладкости самого полотна волос существует также множество продуктов – спреи, масла, ампульные сыворотки, тоники и маски. Вот такие вот средства – спреи с кератином, мисты для укрепления волос – они, тем не менее, придают еще объем. Много эти средства наносить ни в коем случае нельзя. Мы же стараемся, что чем больше, тем лучше. Ни в коем случае, потому что спреи, какие бы составы у них хорошие не были, и мисты, они наносятся на расстоянии, вот как бы так будем говорить, слегка. Этого достаточно. Если мы с этим переборщим, то у нас волосы уже не будут такими, как бы, пышными, и мы можем получить другой эффект. Вот эти средства – это все относится к ампульным сывороткам. В основном это связано все с кончиками для волос. Это тоже ампульное средство, они по текстуре будут похожи. То есть это как вот ночная типа маска, а это будет как сыворотка, которую, в принципе, можно наносить. Вы волосы подсушили, днем нанесли вот так вот аккуратненько все, и дальше делаете укладку. Все направлено на восстановление волос. Не так давно стали вот эти вот масла с кератином выпускать. Многие боятся, боятся, думают, что волосы будут жирные. Эти масла – это не те масла, которые мы употребляем в пищу. То есть здесь совершенно другой состав, который не утяжеляет волосы. Они очень быстро в волосы впитываются. Есть вот такие вот сыворотки, которые нужно растворять просто в воде. Это порошок, буквально минут 20 вы ее держите, 30 смываете. Почему не нужно держать это час-два, что называется, и больше? Потому что я еще раз говорю, не забывайте, что это высококонцентрированные средства. Средства для кожи для мужчин выпускаются отдельно. И надо понимать, что они в Корее стоят очень дорого. Вот эти все средства, которые я показываю для мужской кожи, подходят тоже идеально для мужских волос. Отдельное внимание заслуживают так называемые филлеры для волос. Те, кто ходит к косметологу, знают, что это материал для восстановления объемов на лице. А что же подразумевают производители косметики, мы сейчас узнаем. Это также как эссенция, это сос-средство для восстановления волос. Это высококонцентрированное средство. Самый первый филлер и самый известный – это ладор. Вот так они выглядят, темно-синие, их уже знают все. Марка Фармстей выпустила. Это с коллагеном филлер. Вот этот вот филлер тоже марка Фармстей. Последняя новинка – это с гиалуронкой филлер. Вот это вот керамиды тоже Фармстей. Вот это то, что я держу. Эстетик Хаус марка с пантенолом филлер выпустила. И это еще не предел, потому что на самом деле выходят уже новинки, которые скоро еще появятся там. Значит, есть с коэнзимом уже филлеры, есть уже для восстановления с улиткой. Разница у них может быть только в чем. Обращайте внимание на филлере. Вот, например, вот на этом филлере стоит один к одному. Что это обозначает? Должны развести таким же количеством воды. Вот на этих филлерах никаких один-один нет. То есть их не нужно разводить. Это готовая эссенция, которая наносится на волосы. Это не предназначено средство для корней. Эти средства – это смываемые. Мы их на волосах не оставляем. А еще у корейцев есть такая особенность. Они постоянно обновляют свои линейки продуктов. Только успеешь привыкнуть к какому-то средству, его снимают с производства и предлагают что-то новое. В этом, на их взгляд, состоит грамотный уход, чтобы кожа не успевала привыкнуть и каждый раз возникал вау-эффект.